Продолжаем выпуск. Система мер по охране и укреплению здоровья учащихся. Эту тему обсуждали в общественной палате Карачао-Черкесии. Выслушав представителей системы образования, здравоохранения обозначили ряд шагов в применении здоровья, сберегающих технологий. Альбина Ламкова узнавала, насколько поднятая проблема важна для нашего региона. Необходимость обсуждения темы перевода системы образования на здоровье, развивающую основу, возникла давно. Решение проблемы устойчивого ухудшения здоровья детей в образовательных учреждениях требует особого отношения, отметила председатель общественной палаты Карачао-Черкесии Елена Лешова. Почему появилась, соответственно, данная проблема? Для нас для всех не секрет, что происходит ухудшение здоровья несовершеннолетних процессов обучения в образовательных организациях. И это происходит не только, соответственно, в нашей регионе или даже в Российской Федерации. Это в целом мире констатируется такой факт. И мы знаем, что непосредственно несовершеннолетние начинают болеть заболевания, которые характерны даже для пожилых людей. Факторы, влияющие на состояние здоровья детей и подростков, увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные медицинских осмотров. На сегодняшний день на первом месте патология органов зрения. Дети у нас, наверное, безограниченно занимаются по времени гаджетами. Поэтому мы все посещаем с врачам-окулистам. На сегодняшний день у нас очень повышенный спрос в врачам-окулистам. Патология ортопедическая у нас тоже не уменьшается. И не уменьшается тоже психоневрологическая патология. Поэтому у нас идет большая работа также психологами школы. К моменту окончания школы каждый третий выпускник имеет близорукость. Нарушение осанки. Каждый четвертый – патологию сердечно-сосудистой системы. Особую тревогу вызывает состояние нервно-психического здоровья учащихся. Идет увеличение гастроэнтерологической патологии. Поэтому необходима не только организация федеральной программы, но и ее реализация за короткое время. А также кем будет исполнено и в какие сроки. Наш президент Владимир Владимирович Путин обратил внимание на эту тему. Были федеральные программы. Но, к сожалению, реализация этих программ не была четко прописана. Шаги. Вообще, что понимается под здоровье разбивающей, под здоровье сберегающей траектории. Участники в решении проблемы стойкой тенденции деградации здоровья детей во время обучения высказались за переход от слов к делу. И рекомендовали власти начать практически решать проблему через создание принципиально нового социального управления воспроизводством народа. Здравоохранение через образование. Альбин Ламкова, Расул Бердиев, Вести Корчаева, Черкесия.